На библейский портал «Экзекет» пришел вопрос, как вдохновить молодежь на рождение детей. Псалмопебец Давид говорит об этом так. Вот наследие от Господа, дети, награда от него, плод чрева. И сын его Соломон в притчах. Венец стариков, сыновья сыновей, то есть внуки. А слава детей, родители их. К сожалению, сейчас мы живем в таком обществе, где дети часто очень воспринимаются не как слава, не как награда, не как радость. Но как великое обременение, как окончание свободы, как невозможность жить для себя. Это, конечно, связано с тем, что современный человек значительно более эгоистичен, чем человек предшествующих эпох. Значительно более обуян гордостью, когда он является самым главным в этом мире, как говорит ему знакомый священник, воспаленным пупом земли. Конечно, дети, вот этому, такому видению себя в центре вселенной, они мешают. Но они мешают чем? Они развивают в сердце человека любовь. Любовь как служение. И на самом деле любящий человек счастлив, а человек, живущий для себя, несчастлив. Как это объяснить молодежи? Надо, чтобы у этой молодежи, у каждого из них было счастливое детство, понимаете? Отогретое родительским вниманием, любовью и радостным общением со своими детьми. Не вот, ну что-то опять ко мне пришло, дай мне, я устал на работе, дай мне, там, пощелкать каналы телевизора или посмотреть свой сериал. А вот, чтобы ребенок был интересен. И тогда у него будет вкус к этому, он поймет, что это, вот это общение ребенка с родителем, это счастье, это радость, это то, что он вспоминает во все дни жизни своей и опирается на это. Опирается для того, чтобы вернуться в счастливое, радостное состояние духа. И, конечно, он и свою семью будет строить точно так же. Поэтому говорить об этом, может быть, даже показывать. Вот у нас, например, в приходе большинство наших прихожан, это многодетные семьи, и те, кто растут в своих семьях, может быть, неполных в одиночестве, они, видя это, сначала они так диковато на все это смотрят, а потом они понимают, что на самом деле это нормально. Много детей нормально для человека. И, вы знаете, когда даже устав, многодетная мама заболевает и лежит, и не может встать, и вдруг ее детишки начинают ей пытаться сделать какое-то утешение. Кто-то ей сварит постарше кофе, кто-то принесет рисуночек, кто-то из своих заначек достает спрятанные конфетки, там, полтора года назад уже, которые невозможно разгрызть, но несет их. Кто-то накрывает одеялком, там, две-три пары тапочек у нее уже будет перед кроватью, кто-то там пытается вымыть посуду, потом надо перемывать ее. Но это какое счастье, когда там пятилетняя девочка сама вымыл посуду. И ты понимаешь, что вся любовь, которую ты отдаешь, она вернется. Знаете, когда моя старшая дочь начала подрастать, сейчас ей там уже за 20, а там года в 4 или в 5, она подошла ко мне, обняла меня и сказала, «Папа, я тебе обещаю, что я принесу тебе апельсины в больницу, когда ты будешь старый». Понимаете, мне так стало радостно. Вот, и я представил себе, да, вот у меня 8 детей, все принесут 2 апельсина, вы представляете, я желтый стану, вот, но я буду счастлив и буду рад. Вот об этом надо рассказывать. Я еще со всеми в палате поделюсь. Вот. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!